Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я беременна, но не ряда беременности, хоть она у меня и поздняя, и запланированная. Немного неожиданная и наложилась на очень большую усталость. Ну, смотрите, здесь я бы, наверное, в первую очередь обратил бы внимание на то, что вы выделяете, говоря о том, что она у вас неожиданная, наложилась на усталость, поздняя и запланированная, да, и то, что вы не рады. Вот когда мы это перечисляем, мы просто говорим об этом, когда, например. А вот попробуйте просто, попробуйте, попробуйте просто увидеть, что вы выделяете психоэмоционально из этой, ну вот, ну вот, из этих вот, из перечисленного, из перечисленного, что вы выделяете. То, что вы, то, что вы выделяете, будет означать, вот, начало и хвостик. Проблема, ну, ну, проблема, понимаете, да? Вот, то есть вот начать, начать нужно с этого. Дальше. А, ну, значит, вы пишите. Мы поженились только в марте этого года и решили сразу попробовать заводить ребенка, так как думали и родственники говорили со стороны, что из-за возраста ничего не получится. Если честно, вот, я вот не очень, не очень могу понять. А, вы думали, что ничего не получится. А, вам родственники говорят, что ничего не получится. Но, вы пытаетесь это сделать, несмотря на это. Да? То есть, ну, знаете, как бы, вот, обычно, люди, которые думают, что у них что-то не получится, да? Они не делают. Не делают. Вот. Ну, думаю, зачем? Для чего? Ну, вы же делаете это, как будто бы на протестах. Да? Вы делаете это, как будто на протесте, не веря, получается, получается, не веря в то, что вот, ну, что сможете это сделать. В итоге вы это делаете, и для вас это становится полной, полной неожиданностью, потому что у вас был другой мотив, ну, мотив. У вас был другой мотив, вы хотели доказать, что вы способны, вы хотели доказать, что вы способны, ну, вот, что называется. Завести рыбинка. То есть, здесь другая проблема решалась, решалась проблема полноценности вас, как семьи. Здесь. Вот. Ну, хочется, конечно, ну, хочется спросить у вас. А с чем это связано, например, да? Тем, что, ну, что вы себя не чувствуете. Ну, полноценная семья, да, полноценная семья без ребенка. То есть, тут же вот, очень, очень важный этот момент, как я думал, ну, как я думаю. Я на это не рассчитывал и думал, еще будет какое-то время пожить спокойно. Вот здесь новая вот эта вот разница в мотивации. Делаю одно, значит, мотивация другая. Мотивация не соответствует моим действиям. Вот. Мотивация не ображает, ну, моих действий получается. Вот. Знаете? Какая штука. Это вот, к сожалению, это проблема здесь. Вы оказались к этому не готовы. Вот. Именно по, именно по этой причине вы оказались к этому не готовы. К сожалению. Только потому, что была разница, была разница в, ну, между действиями и мотивами. Вот. Вот. Вы хотите пожить спокойно. Вот. Вместо того, чтобы пожить спокойно, вы пытаетесь завести ребенку. Уверенно, будучи уверенными в том, что у вас это не получится. О чем это говорит? Это говорит наоборот, что вы чувствуете себя зажато. Знаете? Вы зажато себя чувствуете. Вы не свободны. Вот. Вы чувствуете себя не свободно. И, как будто бы, вот вы хотите спокойствие. Для вас это, это, слова спокойствие, это эквивалент свобода. Вот. Но, вероятно, как жить свободно, вы не очень понимаете. И, соответственно, спокойствие тоже избегаете. Избегаете. Вот. Потому что выживать легче, а выживать привычнее для вас. Вот. Дальше. Дело в том, что я пригоден удален, у нас огромная нагрузка без возможности в будни дни выходить на улицу и, фактически, без отпуска. Ну, а вот вы сейчас все это приводите, да? Вот вы сейчас все это рассказываете. Вы поймите то, что я вам, я сочувствую вам. Правда. Я, я сочувствую. Я сочувствую вам и сочувствую тому. Ну, вот, ну, как, вот, у вас, значит, все это происходит. Вот. Но, понимаете, в чем штука? Штука в том, что мне, вот, от того, что, вот, вы описываете, да? Мне это ничего не дает. Вот. Потому что, с моей позиции, с моей позиции, с моей точки зрения, вы сами поместили себя в такую ситуацию. Вот. Вы сами оказались в такой ситуации. Вот. И здесь нужно смотреть на то, как вы оказались в такой ситуации. Почему? Ситуация с ребенком здесь выглядит просто как способ, как способ расслабиться. Вот. Способ как-то заявить о себе. Способ как-то, вот, посмотрите, вот, вот, посмотрите. Я что-то могу и что-то хочу. Напряжение. Напряжение. А, вы в большем напряжении. На этом сцене я понимал, что начинало выгорать, поэтому даже не хотелось свадьбу, так как у меня не было сил к ней готовиться. Вслед за свадьбой сразу беременность, одновременно покупка квартиры. Сдача мне попалась именно в этот период. На этой неделе на работе нас поменяли руководство, что тоже большой, большой стресс. А как так получается, что, вот, не хотите свадьбу? Но она происходит. Вроде как хотите, ну, какое-то вот спокойствие, да, получается. А что-то как-то… Покупка квартиры сразу, потому что удача. Соответственно, ну, самое главное – это свадьба. Вот как так получилось? Потому что вы проигнорировали, по сути, по сути дела. По сути дела. Свои желания. Вы проигнорировали то, что вам хотелось. Ну и… Это… Вместе… Рождает… Собственно… Неудовлетворенность. Вот. В общем, да, а почему смена руководства стресс? На фоне всех стремительных событий и усталости беременности совсем не радостно. Раньше, когда была сил… Полна сил до удалёнки, я очень хотел детей, боялся никогда не родим. А… Откуда такая важность детей? Почему вы боялись, что никогда не родить? Вы хотели детей для чего? Знаете, текущая ситуация показывает, что вы не детей хотели, а какого-то статуса. Полноценность. Реализация. Хотели бы вы детей? Да, я устала. Да, мне тяжело. Но, как узнала, что беременна, всё, мне всё остальное по боку, мне остальное всё по барабану. Ну вот. Я ухожу… Что такое… Всё. Я ухожу с работы, перестаю работать. Я заботюсь о себе, чтобы ребенок вырос здоровым и так далее. Если хочу детей. Так же не хочу сидеть в декрете. Это лишает меня на полтора года возможности выхода в офис, если вдруг решат всех вывести. Не очень понял. Что это значит? Куда вывести? Вот. Просто лично мне формат удаленной работы не нравится. Нагрузка большая, отсутствует социальных связей. А каким образом вы тогда, ну, на этой работе вообще оказались? Если вам не нравится это, если вам не подходит, вы как оказались на удаленке-то? Так, да. В таком случае. Что я могу вам сказать? Как себя приобобрить? Я не знаю. Потому что приобобрением, на мой взгляд, психологи, не занимаются. Если занимаются, то в очень ограниченных, в очень ограниченных количеств, объемах. Вот. Но я бы в первую очередь хотел бы, чтобы вы обозначили свои конфликты внутренние. Это первое. Чтобы обозначили отношения между вами и мужем. Потому что это его ребенок тоже. Но переживаете, как будто бы только вы одна. Это второй момент. И третий момент. Ну, в общем-то, какие внутренние приоритеты вы чувствуете? Потому что вот эта история, что вы не хотели свадьбы. Но свадьба состоялась. Вот эта история, что я боюсь, что никогда не рожу и прочее. Это история про тотальное подавление себя, своих желаний. Про тотальный недобор размещения своей психологической сферы, личности, пространства. Вот. Я не знаю. Я не знаю, вот как вы, ну, взаимодействуете со своим мужем, да? То есть, ну, какие у вас с ним отношения, да? Не знаю. Естественно. Естественно, что я что-то не знаю. Вот. Вот. Но. Нужно вот этим всем заниматься. Вот. Естественно, необходимо вот этими вещами заниматься. Вот. Вот. Потому что ваш ребенок рискует быть несчастным из-за этого всего. И, в общем-то, не дополучить много чего. Вот. Может быть, это прозвучит немножко грубовато, но при обобрении не решит проблему вашу. Вот. Вот. Если вы уже для себя все решили, что я все остальное, как есть, что я ничего не меняю в своей жизни, просто жду пока события сами все скорректируют, вот, то при обобрении вообще ничего не даст вам. Вот. Вот. Вот совсем. Как-то так. На этом все. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. что это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Вот. Вот.